Борьба за права русскоговорящих, деноцификация, желание положить конец доминированию США в мире. Россия разными способами пытается оправдать развязанную ею войну. По словам кремлёвских чиновников, Украина для западных стран – лишь плацдарм для подавления России. Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене. Сергей Лавров – министр иностранных дел России. Глава ДИФ ведомства обвинил Вашингтон в грубых нарушениях международного права, а Запад в латентном расизме. Россия ищет союзников среди стран, также недовольных политикой США. Так, Китай отказался осудить агрессию Кремля. Там же заявили, что это НАТО и США довели ситуацию до критической. Китайско-российские отношения выдержали новое испытание, меняющиеся международной ситуацией, сохранили правильное направление прогресса и продемонстрировали устойчивый импульс развития. Ван И, министр иностранных дел Китая. Китай открыто не поддерживал Россию в войне против Украины. Там по-прежнему призывают к диалогу между сторонами. Однако информационная политика Пекина не на стороне Запада. В начале войны появилась официальная директива, предупреждающая СМИ не сообщать информацию, цитата, «неблагоприятную для России или сочувствующую Западу». Китай остается таким весьма мощным критиком США. И это критика, и это информация, которая распространяется. Китай активно работает и в Азии, и в Африке. Поэтому такие идеи активно распространяются в этих регионах. Также остается большой проблемой антиамериканизм, который укоренился у многих лидеров Азии и Африки. Этому способствовала и политика Америки, и политика Джорджа Буша. В Латинской Америке часть стран насудили вторжение в Украину. В частности, это Аргентина, Колумбия и Чили. Некоторые лидеры в регионе выразили сочувствие кремлюк. К примеру, президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил полную поддержку и открыто раскритиковал западные санкции, несмотря на публичные заявления в поддержку Украины. Две крупнейшие демократии Латинской Америки, Бразилия и Мексика не спешат принимать решительные меры против российского вторжения. Президент Мексики отказался вводить санкции против РФ. Мы не считаем, что война касается нас. И мы считаем, что лучше всего содействовать диалогу для достижения мира. Андрес Мануэль Лопес Абрадор, президент Мексики. Исторические отношения с Россией еще со времен Советского Союза, сотрудничество с Москвой в вопросах вооружения и нефти, дали свой результат. Индия отказалась осудить действия Кремля и вести санкции против России. Среди них, кто не выступает против политики России, также представители многих африканских стран. Так, в марте этого года президент ЮАР Сирил Ромофоса обвинил НАТО в войне в Украине и заявил, что будет сопротивляться призывам осудить Россию. Войны можно было бы избежать, если бы НАТО на протяжении многих лет прислушивалась к предупреждениям своих лидеров и официальных лиц о том, что ее расширение на восток приведет к большей, а не меньшей нестабильности в регионе. При этом в Кении такую позицию не разделяют. Так, постпредстраны в ООН Мартин Кимони накануне вторжения РФ заявил. Эта ситуация напоминает мне о нашей истории. Кения, как и почти любая другая страна Африки, родилась из обломков одной из империй. Границы наших стран чертили не мы, а чиновники в столицах далеких колониальных метрополий – Лондоне, Париже и Лиссабоне. Если бы в момент объявления независимости мы решили добиваться таких границ для наших государств, которые отражали бы их этническое, расовое или религиозное единообразие, мы бы до сих пор, много десятилетий спустя, вели кровавые войны. Растущие связи Африки с Россией в большей степени объясняют позицию некоторых лидеров региона. Но их решения также могут отражать их антизападные настроения. Сегодня, по мнению экспертов, африканские лидеры пытаются стратегически сбалансировать свои отношения с Россией и США. Однако позиция стран может в корне измениться. И речь идет не только о ситуации на поле боя. Подавляющее число стран Азии и Африки ориентируются на позицию ключевых государств, в том числе на Индию и Китай. От их позиции в большом смысле зависит и их решение. Есть аспект, который может оказать серьезное влияние. Это, конечно, продовольственная безопасность. Украина всегда была добропорядочным партнером в этих странах и никогда этим не пользовалась. Учитывая, что Украина поставляла большие объемы продовольствия. И вот этот аспект не может не заставлять эти страны определяться. Юлия Грановская специально для информационного марафона Freedom на телеканале UA.